Когда я её впервые услышала, честно признаюсь, мне не зашло. Я тогда была маленьким ребёнком, мне было лет 15 или 14, ну вот 14-15 лет, когда я участвовала на проекте «Ты супер» в проекте. «Ты супер», мне предложили спеть эту песню, но я как ребёнок не оценила, не поняла и сказала, знаете, что не буду я это петь. Да, почему-то тогда я могла себе это позволить. Но всё изменилось, и я пришла на проект «Маска» и сказала, слушайте, помните, вот давно-давно я сказала, что песни не очень. Давайте попробуем. И я очень благодарна вообще НТВ и Вайт Медиа именно за то, что они очень слышат, очень понимают, что нужно данному артисту и всегда дают те песни, которые наиболее выигрышно будут звучать в голосе именно этого исполнителя. И вот когда я сказала, что я хочу исполнить эту песню, генеральный продюсер просто воскликнула «Ура! Мы ждали этого, сколько? Пять лет!» И я прихожу, да, давайте, давайте попробуем, может быть у меня получится. Наверное, я просто поверила в себя. Не зря же я написала песню «Ушла в себя», где я повторяю «Поверь в себя, боже мой, уже пожалуйста». И вот эта песня вышла в свет в лице горностая. Это был очень сложный номер. Я там левитировала на сцене. И в своем бэкстейдже, который я выпустил у себя на YouTube-канале, видно, как мы это делали, секрет раскрыт. Это, в принципе, не новость, я думаю, ни для кого. Вот. Но помимо того, что было сложно сидеть на этой конструкции, в принципе, держать весь этот костюм и этот меч, и я ничего не вижу, не слышу, но это неважно. Самое сложное было осознавать, что все, что ты делаешь под маской, бесполезно. Потому что все вот эти эмоции у тебя на лице, они, ну, типа, кому ты это показываешь? И когда я была на студии, я писала эту песню, я выжила из себя просто все самые горестные моменты, которые были в моей жизни, чтобы настолько максимально вы прочувствовали через голос, что я хочу донести, потому что, ну, чаще всего я работаю, смешивая техники. Я беру актерство, мимику, голос, все это смешиваю, и получается то, что вы видите по типу тренер-данса и так далее. Но в маске как раз-таки сложность в том, что вы не видите лица, вы видите только эту конструкцию, которая не может моргать, двигать бровями, и меня это так бесило первое время, честно признаться. Но я привыкла, и к этому выпуску осознала, что я могу сделать так, чтобы услышали меня, и у меня вроде бы это получилось, потому что вы очень просите эту песню. И несмотря на то, что бэков нет, я все равно могу ее для вас исполнить.